Новое видео выходит каждый день в 20.00 Всем доброго дня, сегодня у нас дайджест за 26 июня 2019 года КУЯРЫ! Так же этот тюрьки-боглик хочет добить к лету 23 подписчикам Подадал гондон Быстро в машину, дура! Окей, садимся Вчера веб-ресурсы SV Project были приведены в порядок и уже работают Регистрация аккаунтов также доступна Сейчас, по словам представителей проекта, команда вплотную занимается организацией игры На форуме уже открыты заявки на лидерство Advance Roleplay Ринго уже начал заниматься следующим обновлением А пока в группе Advance решается Какую из представленных предложений хотят увидеть игроки на проекте Всего предложений 4 и 3 из них имеют собственную концепцию На выбор администрация дала такие предложения Первое. Сделать новый функционал для гетто, который будет использоваться для заработка между коптами Второе. Осовременить работу уличного торговца в скобочках концепт Позволить торговцу ставить лавки в любом месте и торговать куда большим спектром предметов Третье. Добавить новое мероприятие пятницы 13 концепт Четвертое. Обновить маффи ГХВ Project В новом обновлении обновят текст здрав панельки заправки транспорта Как же я рофлово это сказал, не так ли? Теперь там появится кнопка заправить полный бак Теперь не придется нажимать на кнопку плюс до посинения Не знаю, никогда не играл на ГХВ Project И сказать насчет этого я также ничего не могу Гамбит. Ролеплей В Сан-Фьерро появился интерьер отеля Который вы сейчас можете видеть на своих экранах Всего тут 8 скриншотов, но я вам покажу Возможно меньше А возможно я покажу вам и больше Ну кто же знает ГХВ Project И снова эти ребята На этот раз маппинг И тут всего 4 скриншота Я наверное вам их все и покажу Вот эти вот самые скриншоты И вы знаете Почему данный видеодайджест Данный Самп Ньюз был таким спокойным Таким размеренным на протяжении всего этого видеоролика Даже плюс-минус перегрузов на микрофоне не было Если и были, то вы их не заметили Я надеюсь на это Вот Дело в том, что это уже 20 выпуск Самп Ньюз И вроде как они вам до сих пор еще заходят Однако ручаться за все это Я ну в общем-то не могу Как и наверное любой человек Вы знаете Тот дайджест уже закончился Он был достаточно маленьким Однако ну что ж поделать В данном случае Мы не сможем абсолютно ничего сделать Однако Однако Что я вам могу сказать Я вам могу сказать следующее Что скорее всего Скорее всего по моим предварительным задумкам Я выпущу где-то 100 вот этих вот самых Самп Ньюз Разумеется Если в Самм Ворлде будут выходить дайджесты Возможно там рано или поздно Редактор просто не сможет писать столько дайджестов И просто вот В принципе 100 Самп Ньюз не смогут выйти Однако в идеале я бы хотел 100 Самп Ньюз И где-то я не знаю Там я не знаю 200 Хотя я не буду зарекаться 200 Самп Обзоров Я думаю что я буду выпускать их всю жизнь На более-менее таких крупных и нормальных ютуберов Которых блять О которых не стыдно в принципе рассказать Которых не стыдно в принципе покритиковать Вот Которые будут в принципе выступать В самом обзоре Как непосредственно какие-то люди Не как какие-то второстепенные персонажи Второстепенным персонажам в Самп Обзор я могу вставить Абсолютно кого угодно А в данном случае Как бы нет И вот многие-многие меня спрашивают И в том числе меня спрашивал по-моему Лучегин на одном из стримов Или он меня в личке ВКонтакте спрашивал Я уж Насчет всех этих моментов особо не знаю Однако Я Сказал вам И я наверное сказал Лучегину Потому что он меня сам спросил Я в общем Двигаю такую мысль Что Самп Обзор Выйдет Начнет вернее делаться После того как на канале наберется Тысяча подписчиков Самп Обзор Будет залит На этот самый Канал Потому что Как бы А зачем его заливать На основной канал Там блять Просмотры в районе 200 То есть как на этом канале Только Шанс того что на этом канале Самп Обзор куда-то продвинется И так далее Намного больше Потому что тут намного Больше живой аудитории Я знаю что я вот Самп Обзор заливаю Вот именно На аудиторию Самперов То есть я в этом могу быть Уверен в отличии от Канала Вот этого вот Основного Задан Семен После обзора На Максимку Кудрёвцева Просто я уже понимаете Не уверен В данном случае Ни в чем Однако Ладно Все в ваших руках Самп Обзор В ваших руках Не в моих Уже в ваших руках Если разумеется Меня не убьют Раньше Чем я начну делать Самп Обзор Однако Ладно В общем Всем спасибо За просмотр Данного видеоролика Данный Самп Ньюз Был Самый Адекватный Объективный Как говорит Некто Наркоман Сансет Из всех выпусков Которые тут были Вот Самая спокойная Речь Самая размеренная Что-то на уровне Артемия Лебедева Не его логотипов А вот именно Его основного канала Это знаете Адекватный выпуск Которым даже Матов по моему Было По минимуму Насколько я знаю И даже запинок Было По минимуму До Вот этого Вот Прекрасного Момента Который Вы могли Слышать Ранее В общем Ладно Всем спасибо За просмотр Данного видеоролика На моем Ютуб канале Всем Пока